Козявочка вот прям в этой внутренней части ногти такого у меня ещё точно не было. Так что если вы тоже не любите мыть посуду, просто сделайте себе огромные ногти. Офигеть! Сегодня я буду наращивать ногти в невероятном галактическом трендовом дизайне. Смотри это видео до конца, потому что я покажу не только как я делаю эти ногти, а ещё расскажу как же я живу с такими длинными ногтями постоянно и какие проблемы у меня возникают. Всем привет, я Лена Егер-Мисс и я не мастер маникюра, поэтому если такие ногти смогу сделать я, то обязательно сможешь и ты. В этом видео будет очень интересный дизайн, на который меня вдохновили главные нейл-тренды этого сезона. Тут будет и прозрачные корейские маникюры, и светоотражающий гель-лак, и какие-то космические блёстки, а также объёмные лунные камни в сочетании с жидким металлом. По-моему, это уже звучит невероятно красиво. Так что очень постараюсь сделать всё быстро и прикольно. Но перед тем, как начать, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть это видео на просторах Ютуба. Для начала нужно будет спилить всё вот это великолепие. Кстати, вот так продержались мои ногти с прошлого видео про съедобные ногти. Если вы его ещё не смотрели, то ссылочка будет в описании. Как видите, спустя месяц с ними всё прекрасно. А вот на правой руке ногти немного пострадали, но это случилось буквально вот в последнюю неделю. Так что сейчас самое время для нового дизайна. Когда-то вот эта вся труха, это были мои ногти. Печаль. Я решила сразу спилить ногти на обеих руках, и сейчас на обеих руках буду делать маникюр. Надо же свою кутикулу в нормальное состояние привести. А ещё я сегодня делаю ногти, а завтра у нас такой мини-переезд намечается. Ну, типа не мы съезжаем, а просто часть вещей перевозим, и как раз посмотрим, насколько мои ногти будут держаться. И, конечно, будет обидно, если завтра что-нибудь у меня сразу же отвалится. Ну что ж, теперь пройдусь под кутикулой, маникюрным аппаратом. У меня насадка... По-моему, эта насадка называется почка или пламя. Стандартная такая штука, чтобы убрать все ненужные вещи из-под кутикулы. Сегодня я буду наращивать ногти на вот таких обычных формах. И я хотела сделать ногти прям супер длинными, прям ещё длиннее, чем эти формы, но, к сожалению, тут максимальная длина это девятка. Так что придётся делать девятку. Я бы с удовольствием купила форму подлиннее, но в Финляндии, как и вообще в Европе и в Америке, очень большие проблемы с материалами. Чтобы вы понимали, здесь в самом крутом салоне, в самом крутом магазине, при этом салоне в центре города, они продают продукцию Blue Sky. Чтобы вы понимали, в России эти гели продаются на рынках, и их составы остались где-то на уровне 2015 года. И ни один мой знакомый мастер уже как минимум 5 лет ими не пользуется. В общем, как ни странно, в цивилизованной развитой Европе ногтевой сервис лет на 10 отстаёт от России. Но зато цены на те же материалы раз в 10 или 20 дороже. Например, в Хельсинке гель-лак Blue Sky стоит 1400 рублей, а в России всего 75 рублей по акции. Классно. Так что извините, будем работать с тем, что есть. Я буду пробовать наращивать ногти вот таким акригелем за 300 рублей с Алиэкспресс. Звучит очень страшно, но и мне тоже как бы страшно. Я его ещё не пробовала и надеюсь, что сегодня мои ногти не отвалятся. Он шёл ко мне месяца 4, и я вообще даже не рассчитывала, что мне его уже когда-нибудь пришлют. Avoid contact with skin and dice. Написано, что он мне должен контактировать с кожей и глазами. Ну, с глазами как бы понятно, но в смысле не контактировать с кожей. Что-то меня это пугает. Я буду делать прозрачные ногти, так что буду надеяться, что эта штука реально будет прозрачной. Итак, надеваю на палец форму для наращивания. Нанесла немного праймера, и теперь я вот базой сделаю вот такую вот штуку. Просто нанесу немного именно на вот этот вот кончик. Мне кажется, что так ногти держатся намного лучше и дольше. Опускаю сушиться в лампу. Бесит эта лампа, потому что она сенсорная, и периодически туда кладёшь руку, и она просто не срабатывает. Особенно, когда там один палец вот так вот ставишь, сушится. Очень это раздражает. Тем временем я выдавливаю плюшку акригеля. Ну, такой он, конечно, по прозрачности так себе, но в принципе сойдёт. Вообще выравнивать гель самой себе кистью супер неудобно, поэтому я вот в прошлый раз, когда делала ногти, придумала супер технологию. Я наношу на палец обезжириватель, и прямо вот так вот пальцем начинаю придавать ногтю форму. Просто так аккуратно разглаживаю гель. Если нужно, добавляю ещё. Как видите, такой ноготь даже не надо будет потом выравнивать, потому что он достаточно гладкий уже. Но, естественно, до сих пор меня немного смущает, что на флаконе написано, что нельзя наносить его на кожу. А знаю, что мне сейчас кто-то обязательно напишет, что, боже мой, это же так вредно, что ты делаешь. Знаете, красота требует жертв. Кстати, палец пока не щипет, пока с ним всё окей. Вот так выглядят мои ногти сейчас, целый вот такой веер. Хватит, пёс! Что я хочу сказать насчёт этого китайского геля. В общем, он не вонял, он по своим свойствам был как совершенно обычный любой акригель, который на 1000 рублей стоит дороже в магазине. И пока что мне с ним работать понравилось. Главное, чтобы эти ногти не отвалились через пару дней. Сейчас буду снимать эти штуки. Офигеть! У меня ещё никогда не было таких длинных ногтей. Просто лучшие ногти для завтрашнего переезда. Ну и, естественно, я всё же пройдусь сверху пилочкой, и чтобы убрать какие-то косяки. Ну, в принципе, с моим многолетним опытом ношения длинных ногтей, я думаю, что ничего страшного. Я достаточно быстро к ним привыкну. На второй руке я буду наращивать их чуть поменьше, чтобы всё же было хоть как-то удобно. Я нарастила ногти. Вот такие они длинные. Офигеть! Здесь у меня длина десятка, здесь у меня пятёрка. А время сейчас, собственно, 9 вечера. Как видите, я пока что сижу без дизайна. И так как дизайн будет объёмный, я не так сильно запаривалась с выравниванием, поэтому всё равно я сделала ногти достаточно быстро. Может быть, у меня ещё есть шанс успеть до ночи. Я зарисовала дизайн. На каждом пальце он будет разный, но в одном стиле. Вот так вот выглядят мои записки сумасшедшего. Пока что всё выглядит странно, но я надеюсь, что на моих когтях это будет смотреться намного лучше, чем на бумаге. Вот столько материалов потребуется для дизайна. Тут разные стразы, блёстки, поталь, втирки, какие-то шарики, камушки. И, конечно же, куча разных гель-лаков, всякие кошачьи глаза, гель-лаки с блёстками. И, конечно же, жидкое серебро. Все ногти будут в голубо-фиолетово-розовых тонах. В общем, примерно под мой сегодняшний макияж. Хочу сделать такой эффект звёздного неба, космоса и галактик. На большой палец я хочу сделать дизайн а-ля Млечный путь и поместить в ноготь лунный камень, который будет как бы в серебряной оправе. Для начала возьму вот такой вот гель. Он такой прям голографический. Главное, без зубов сегодня не остаться. Добавлю туда же немного блёсточек. Офигеть! По-моему, уже получается невероятно красиво. И буду первый слой наносить на весь ноготь. Высушиваю в лампе, после чего нанесу второй такой же слой. Теперь я перемешаю фиолетовый гель-лакат Моне с вот такими вот красивейшими блёстками. И буду вот так вот неаккуратно наносить на ноготь. После чего я тоже повторю всё то же самое вторым слоем. У меня есть вот такие красивые камушки для ногтей. И сейчас я на один ноготь прилеплю один из этих камней. Приклеивать буду на специальный клей для всякого ногтевого стаффа. И фиксирую таким фонариком. Это намного удобнее, чем в лампе. Вот такая красота у меня получается. И теперь я всё это закреплю такой жирной плюхой топа. Теперь я беру гель-краску с жидким серебром. Смотрите, какая она крутая внутри. В общем, сейчас маленькой кисточкой буду со всех сторон обводить вот эти камушки. Хочу, чтобы это выглядело так, как будто они в какой-то металлической оправе. Ну и также серебряной гель-краской начинаю делать узоры. Мне не особо нравится, как повёл себя жидкий металл. Есть вероятность, что я этот ноготь потом переделаю. На указательном пальце будет градиент из фиолетового в розовый, сверху будет фиолетовый с блёстками, снизу будет розовый. Ну и, разумеется, тоже с объёмным дизайном и жидким серебром. Надеюсь, хотя бы указательный палец я не залажаю. Основной цвет будет вот этот. Естественно, у меня опять пол ногтя занимает шерсть. И теперь беру кошачий глаз, наношу его вот сюда вот наверх. Думаю, ещё парочка таких слоёв нам не помешает. Приклеиваю на клей камень и снова обвожу его жидким серебром. Ну, первый блин, как обычно, кол, но второй ноготь просто получился невероятным, фантастическим. Мне он очень нравится. Наконец-то я поняла, как работать с этой серебряной гель-краской. На среднем пальце я хотела сделать эффект а-ля кончик, как будто он отдельно от пальца. То есть у меня будет градиент от кончика до середины ногтя, потом будет просто прозрачная часть. А сверху уже тоже будут камни и всякие ништяки. Сверху будет градиент из блёсток, таких же, которые были на большом пальце. А снизу я возьму фиолетовый гель-лак и кисточкой для градиента буду вытягивать его наверх. Ещё у меня есть вот такая космическая фантастическая поталь. Нанесу её тоже на ноготь. Добавлю ещё чуть-чуть блёсток. И невероятный градиент готов. О боже! Вы только посмотрите, как же этот ноготь красиво выглядит вообще! Ладно, на этом ногте я сделала больше пяти слоёв, чтобы градиент был настолько крутой и красивый. Теперь я хочу приклеить стразы. Мне кажется, вот эта тонкая длинная страза тут прям смотрится офигенно. И не забываю про серебряные акценты. Также у меня есть вот такие необычные шарики с Алиэкспресс. Хочу тоже добавить их в этот дизайн. Да уж, это было очень долго, особенно за счёт того, что тут много-много мелких шариков. Но этот ноготь мне тоже нравится. Переходим к следующему. У меня ещё целая рука осталась, а время почти 12 ночи. На безымянном пальце, вот на этом, у меня будет голубая втирка, всякие фиолетовые разводы. И тоже разные объёмные фигурки. Я заказала недавно на Озоне кучу наборов с фигурками. И вот у меня есть розовые фигурки, где всякие бантики, сердечки. Я делаю втирку сразу на весь ноготь. И здесь я намешаю два оттенка фиолетового и буду ими делать такой рандомный вообще градиент. В общем, я хочу, чтобы с одной стороны край был прям очень ровно очерченный, а с другой стороны, чтобы он уходил на нет. В принципе, я уже видела такие дизайны, значит, это реально сделать. Чё, я не смогу, что ли? Наношу клей, клею бантик и добавляю узор серебряной гель-краской. Кажется, начался вечер голодной кошки. Мускат! Ладно, на мизинце я хочу сделать вертикальный градиент, чтобы с одной стороны был кошачий глаз, а с другой стороны светоотражающий лак. На кончик добавлю втирку, ну и как обычно сделаю камень в оправе. У меня тут вообще такой срач уже на столе. Мне кажется, я скажу с ума уже с этими ногтями. Я нанесла два лака, теперь беру кисточку. Такой красивый светоотражающий лак, почему я им до сих пор ни разу не пользовалась. Сюда наношу кошачий глаз. Я вот пока вообще не умею пользоваться магнитом, у меня уже куча есть этих магнитов, вот сейчас как раз попробую. Не знаю, у меня такое ощущение, что просто нихрена не меняется. Ладно, нанесу голубую втирку и приклею камень в серебряной оправе. Кстати, на моем канале очень много полезных видео, например, о ноготочках, макияже, окрашивании волос и стиле. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить не менее крутые видео про дизайн ногтей. Теперь переходим к правой руке. Время полстарого ночи. И тут уже будет сложнее. Во-первых, потому что у меня уже трясутся руки от усталости и болит спина. Обычно я делаю разные дизайны на разных руках, но тут я тоже решила вдохновиться этим дизайном и сделать тоже что-то подобное, ну только попроще. Потому что уж больно круто оно получается. Начнем с указательного и мизинца, они у меня будут одинаковые. Сверху я сделаю фиолетовый градиент, а снизу голубую втирку. Ну и для начала нанесу вот такую вот красивую базу от Topshop Nails. Делаю фиолетовый градиент. Втираю втирочку, чтобы она дала такой синий перламутровый русалочий эффект. Какая бы я ни была там черная, мрачная, но я очень люблю блесточки. Пиши в комментариях, если ты тоже немного сорок и обожаешь все вот эти стразы, блестки. По-моему, со стразами этот маникюр выглядит достаточно прикольно. И на этих двух пальцах я хочу сделать фиолетовый градиент на кончике, примерно как вот на этом ногте. На этом ногте! Честно говоря, мне осталось доделать три ногтя. Что-то я понимаю, что я уже вообще не в кондиции. И в принципе, возможно, я попробую сделать это завтра. Ну что, как видите, на улице уже утро, я вчера ни черта не успела доделать, осталось три ногтя. Я как бы спала четыре часа, ничего не ела и даже не смыла на ночь макияж. Кстати, зацените, как выглядит мой макияж просто вот ни одной трещинки. А я его сделала, между прочим, больше 24 часов назад. В общем, мне есть два часа, чтобы доделать сегодня ногти, потому что я сегодня еду в магазин, потом мы едем перевозить вещи, потом мы идем на концерт и завтра с утра, возможно, еду в Россию. Так что давайте скорее доделаем ногти. Обычно ко второй руке я подхожу более основательно, но тут я уже с этим дизайном тупо, но все забила. И не буду там выдумывать какие-то неведомые новые штуки. В общем-то, на вот этих двух пальцах я сделаю градиент. В общем, это будет вертикальный градиент из кошки и светоотражающего лака. И кисточкой для создания градиента я вот так вот посередине перемешаю вот эти все два цвета. Господи, я даже зубы еще с утра не почистила, но зато я уже делаю ноготочки. Классно! Не высплась просто капец, и не высплась еще в ближайшую неделю точно. Ну, знаете, я просто тот человек, который сам себе может придумать дедлайны и сам потом от них офигевать. Теперь пройдусь магнитиком, может, я когда-нибудь научусь уже им пользоваться. Просто как бы я и физика. Также прилепляю на ногти стразы. И мне прям очень нравится сочетание таких радужных страз и фиолетового цвета. Мне кажется, это просто пушка. Все же в данном дизайне я поняла, что все в принципе красиво, но тоже не хватает какого-то серебра. Поэтому я возьму гель-паутинку и буду наносить на ноготь. Пока что получается очень прикольно, и вот эта паутинка добавила больше объема, и как раз мне это очень нравится. Здесь прям как будто этого и не хватало. И я решила добавить эту паутинку на остальные ногти тоже. Ура! Остался последний ноготь. На кончике ногса большого пальца я сделаю фиолетовый градиент и добавлю туда разноцветную поталь. Мне кажется, получится очень красиво. Для начала я нанесу вот такой вот гель на весь ноготь. Мускат пришел мне помогать с ногтем. Мне как раз не хватало немного шерсти на пальце. Хороший. Так, маникюр мы сегодня, видимо, не сделаем. И теперь на кончик наношу темно-фиолетовый. Не знаю почему, но каждый раз, когда я делала раньше фиолетовые ногти, они меня как-то достаточно быстро задолбывали. Мне вот очень интересно, как будет в этот раз, потому что, ну, так-то ногти слишком красивые, чтобы меня задолбать. И теперь беру цепочку. Первый раз делаю дизайн с цепочками. Он мне всегда очень нравился. Надеюсь, что никаких не будет проблем, потому что у меня аллергия на металлы. Ура! Я доделала эти гребаные ногти! И, честно говоря, у меня еще никогда не было настолько красивых ногтей. Хотя я делала абсолютно разные дизайны, но вот такого у меня еще точно не было. Чтобы вы понимали, у меня сейчас на столе вот такой вот адский срач. Настолько много всего понадобилось мне, чтобы сделать эти ноготочки. Ну что, пора показать вам ногти и ответить, наверное, на самый популярный вопрос. Как ты с такими ногтями вообще живешь? В носу прям ковыряться очень удобно с такими ногтями. Козявочка вот прям в этой внутренней части ногти помещается идеально. Можно ее потом вот так вот сидеть и рассматривать. Господи, что я несу? Ну, блин, я не виновата, что это самый распространенный вопрос про длинные ногти. А еще постоянно спрашивают, как ими жопу вытереть. Ну, явно вы жопу же вытираете не вот так вот ногтями. Бумагой, как и все обычные люди. Ну, или кто там чем, я не знаю. Лопухом, газетой. Но не ногтями. Ладно, а теперь серьезно. Сейчас я буду жарить сыр халуми. И, как видите, его очень удобно прям ногтями класть на горячую сковородку. А еще не менее удобно переворачивать его без вилки и лопатки. Также можно готовый горячий сыр ногтями спокойно переложить в тарелку и не обжечь при этом пальцы. В общем, ставлю лайк. Супер удобно. Чтобы вы понимали, я просто ненавижу мыть посуду. И для меня это просто идеальный лайфхак, потому что не надо усирать тарелку, не надо усирать вилку, лопатку. Можно просто жрать прям ногтями со сковородки. Класс! Так что, если вы тоже не любите мыть посуду, просто сделайте себе огромные ногти. Неудобно открывать банки. Приходится поддевать открывашку ногтем. Не особо удобно завязывать шнурки и завязывать узелки на нитке. Но, в принципе, как-то можно с этим справиться. В машине не особо удобно притягивать ремень, потому что там достаточно сильное усилие нужно. От которого ноготь просто может сломаться, если жать ногтем на эту кнопку. Но открывать замок можно вот этой частью руки и вообще без проблем. Сейчас поедем перевозить вещи. Надеюсь, что своими ногтями все будет ок. Мне кажется, я скорее сломаю ногти этим грёбаным лифтом. Чем переездом? Красота! Целая тачка хлама. Всё это мы загрузили. Ногти, кстати, живы. Ура! В принципе, наверное, это все траблы, с которыми мне приходилось сталкиваться. Я много печатаю на клавиатуре, всё ок. Я делаю крафт какие-то поделки своими руками, и всё ок. И мои ногти уже для меня превратились в какой-то рабочий инструмент. Я крафчу бутафорию какие-то украшения, шью, леплю, вожусь с землёй, с цветами. И я не испытываю никакого дискомфорта. Делали ли вы себе длинные ногти и удобно ли было вам с ними жить? Пиши свои истории в комментариях, а на моём канале всё ещё много полезных видео о макияже, стиле и, конечно же, крутых ноготочках.